29 ноября Святая Церковь учит память священномученика Иннокентия Тихонова, архиепископа Винницкого. 30 ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Будущий священномученик Иннокентий в миру Борис Дмитриевич Тихонов родился 22 мая 1889 года. Происходил из мещан. В 1911 году поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Будучи студентом, в 1913 году принимает монашество с именем Иннокентий. В том же году был рукоположен в Адиакона, а через год – в Айерея. С началом Первой мировой войны отец Иннокентий прерывает обучение и становится духовником раненых в мобильном перевязочном отряде, затем духовником лазарета и полковым священником. В 1915 году возвращается в Петроград. Окончил в следующем году Петроградскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. Специализировался по литургике и церковной археологии. Был знатоком устава и старинных знаменных распевов. Изучал древнерусские церковные облачения. В июне 1917 года поступает в братью Александра Невской Лавры. В 1918 году исполняет обязанности правителя дел Духовного собора Лавры, а через год избирается ученым секретарем Государственной археологической комиссии по секции церковных древностей. Продолжает заведовать древнехранилищем Лавры. В связи с прекращением преподавания в школах Закона Божия, отец Иннокентий с несколькими монахами организовал при Лавре кружок из молодых монахов и мирян с целью воспитания детей и молодежи в духе православия. В 1919 году на основе кружка было образовано Александра Невское Братство. В следующем году был назначен настоятелем Крестовой Церкви Лавры. В 1921 году отец Иннокентий возведен в Сан-Архимандрита. В марте 1922 года Хиротонисан во епископа Ладожского. В мае того же года вместе с митрополитом Вениамином Казанским владыка составил послание об отпадении от церкви руководителей обновленцев. Владыка Иннокентий выступал за отлучение от церкви лидера обновленчества Александра Веденского, сотрудничавшего с ГПУ. Спустя месяц владыка был арестован за отказ признать послание, не имеющее канонической силы. Будущий священномученик проходил по делу вместе с другими членами Александра Невского Братства. Следствием ГПУ был выслан за пределы Петроградской губернии как политически неблагонадежный. Таким образом, власти стремились лишить верующих опоры в церковной жизни и отдать Питерскую кафедру раскольникам-обновленцам. В январе 1923 года за агитацию против изъятия церковных ценностей владыка был приговорен к двум годам ссылки. По возвращении входил в епископский совет, управлявший Ленинградской епархией. Вскоре был снова арестован по делу епископского совета. Обвинялся в распространении контрреволюционной литературы и приговорен к ссылке в Сибирь на три года. Был в переписке с главным идеологом Иосифлян, протереем Федором Андреевым, остаивая правильность церковной политики заместителя патриаршего местополистителя митрополита Сергея Строгородского. Вернувшись из ссылки, проживал в Вологде. Осенью 1931 года вновь был арестован и обвинялся в антисоветской агитации, приговорен к трем годам лагерей. Работал на строительстве Беломор-канала, где был контужен при взрывных работах и досрочно освобожден. В 1933 году назначен епископом Старорусским, викарием Новгородской епархии. В 1936 году тайно рукоположил будущего митрополита Иоанна Ветланда, водиакона. В 1937 году назначен архиепископом Харьковским, спустя несколько месяцев архиепископом Винницким. В то время на территории Винницкой области действовало около 120 храмов, принадлежащих канонической церкви. Шесть месяцев владыка трудился на благо епархии, защищая верную ему паству от посягательств, раскольников и стараясь сохранить в единстве православную церковь. Страшным ударом по священству Украины стал приказ Народного комиссара внутренних дел УССР Израиля Моисеевича Леплевского о решительном разгроме церковно-сектантских контрреволюционных кадров. В октябре 1937 года владыку Иннокентия с большой частью Винницкого духовенства арестовали. В камерах, рассчитанных на 16 человек, постоянно находилось более 200 заключенных. Если кому-нибудь нужно было передвигаться по камере, его поднимали и передавали над головами других узников. Протестовать было бесполезно и небезопасно. Охранники стреляли в заключенных через окошко за громкие разговоры и пение. 29 ноября 1937 года владыка был расстрелян. Место его погребения неизвестно. Владыка Иннокентий принял мученическую кончину в возрасте 48 лет, проведя в тюрьмах, лагерях и ссылках четверть жизни. О трагической кончине архиепископа Иннокентия долгое время не было известно православному священству. И только в 1943 году, после того, как патриарх Сергий Строгородский обратился с письмом к правительству об амнистии заключенных священнослужителей, среди которых упоминался архиепископ Иннокентий, стало известно о мученической кончине владыки. В 1993 году священно-мученик Иннокентий Тихонов был прославлен в лике новомучеников и исповедников.